Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Министр юстиции Сергей Литвиненко заявил, что шансы Александра Стояногла вернуться на пост генерального прокурора после отстранения должности минимальной, поскольку у него есть политические планы. Нет, я так не думаю. Не думаю, что у господина Стояногла есть такие планы. Насколько мне известно, у него есть политические планы. Он создает партию. Хочет стать лидером. У нас разве такое впервые? Политикой занимался Плохотнюк. Политикой, к сожалению, занимается Шор. В последнее время, по крайней мере в последний месяц, Стояногла был больше политиком, чем прокурором. Он ежедневно выходил с брифингами. Он много лгал, как политики вроде Дадона. Человеку, в отношении которого существует так много подозрений, нечего было бы искать в политике. Если бы государственные учреждения выполняли свою работу, сказал Сергей Литвиненко. Напомним, ранее сообщалось, что 5 октября генеральный прокурор Александр Стояногла, который должен был провести пресс-конференцию вечером во вторник, был задержан незадолго до выступления перед прессой. Незадолго до этого в здание генпрокуратуры приехали антикоррупционные прокуроры и сотрудники в масках из службы безопасности. В офисе генпрокурора прошли обыски. Как пояснил прокурор по данному делу Виктор Фортуне, Стояногла задержали по 4 пунктам на 72 часа. Временно исполняющим обязанности генпрокурора стал Дмитрий Робу. В свою очередь, премьер-министр республики Молдова Наталья Гаврилица также прокомментировала арест генерального прокурора Александра Стояногла. Глава кабинета министра утверждает, что прокуратура должна быть функциональной и участвовать в борьбе с коррупцией, в пресечении, хищении государственных средств. Мы внимательно следим за тем, что происходит в прокуратуре, потому что это ежечасно оказывает влияние на деятельность правительства и возможность правительства выступать с программами для граждан, с повышением заработной платы, пенсии, социальными программами с инвестициями. Мы видим, как много дела коррупции, где граждане и бюджет остались без денег, не доводят до конца. Сейчас мы изучаем те материалы, которые были переданы в 2019 году при правительстве Санду, и хотим, чтобы ГП из неподвижного камня стало локомотивом борьбы с коррупцией и воровством государственных средств. «В конце концов, мы не можем сами идти и проводить расследование. У нас должны быть генпрокуратура и функционирующая юстиция, чтобы прекратить разворовывание государственных денег, чтобы государственные деньги были направлены гражданам», – сказала Наталья Гаврилица во время пресс-конференции. «На вопрос о законных основаниях для задержания генерального прокурора Гаврилица повторила сказанное ранее. Прокуратура должна работать, правосудие должно работать. Мы ждём результатов и прогресса в делах о коррупции, чтобы остановить хищение государственных денег», – заключила премьер. «Отметим, что общество нуждается в премьерах, чтобы люди видели, что те, кто скрывал случаи высокой коррупции, несут ответственность», – об этом заявил депутат ПДС Думитру Алайба, согласно которому работа Александра Стояногла ниже ожиданий общества. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать своё мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.